дорогие друзья сегодня вышло два курса первый курс правильное документирование именно классов как это рекомендуется и 2 импорты я понимаю что многие уже в школе пишут приложение и знают как импортировать классы но по моему вот наблюдению не многие немногие задумывались какие будет импорт и как это влияет на скорость а как это влияет на удобство как это влияет на безопасность поэтому я написал курс и хочу заметить такую вещь что ведь это понимание приходит не ранее чем через полтора два года зачем ждать два года если можно понять сейчас я посчитал что если мы проходим о.п. то оно должно быть полным так как план 5 python о.п. в свою очередь в школе мы работаем с библиотеки киви с другими с жанга смет плот липски пай то есть все эти принципы используются именно в этих библиотеках поэтому курс пайтон очень живой последнее время все больше людей приходит которые знают джанга и как правило изучили вот джанга а потом оказывается людям хочется подтянуть и понимать в python объектно-ориентированном программировании поэтому я и сделал этот курс он ни в коем случае не связан с лутсом после этого курса можно использовать вообще лучше для подсказок лучше пишет код код я даю код и понимание того чего нет у лучше то есть то что там упущено либо то то чему там уделяется несколько срок строка иногда я рассказываю то что у лучше уделяется всего там две три строки у меня выходит на два часа основная цель данного курса это сделать его полным чтобы человек действительно начал писать в стиле объектно-ориентированного программирования тем более что все библиотеки python они разработаны на классах поэтому конечно же пусть это мелочь но я считаю что очень важно понимать поэтому наверное больше курс называется переосмысление именно обращение на моменты которые важны в практике это крайне важно и как я говорю понимаешь их намного позже чем кажется вот ну все все пока что то что я хотел сказать я сказал хотя до этого мы рассмотрели и довольно сложные вещи но они просты когда их начинаешь рассматривать вот сейчас добрались до импортов и я все-таки решил импорты разложить по полочкам заставить вас задуматься и выбрать выбирать импортные импорты как импортировать класс именно от конкретной ситуации обращаем внимание в первую очередь на скорость на безопасность на удобство также мы рассмотрели особые случаи если допустим вы импортируете класс а у вас файле есть такой класс что дело в данном случае это сплошь и рядом библиотеках matplotlib библиотеках numpy а вот и также мы рассмотрели что не нужно использовать и поговорили почему я думаю что это заставит вас задумываться еще раз повторяю что данный курс именно рассчитан уже на глубокое переосмысление с целью писать реальные приложения на python поэтому материал подбираю я подбирал очень тщательно подробно пошагово и именно дает понимание переосмысление для практического программирования спасибо